В этот день знаменная группа чеканит шаг не по плацу, а по паркету спортзала. На городе несут флаги России и Министерство обороны страны. Что еще подчеркивает значимость турнира. Главный гость чемпионата – мама погибшего офицера Нурмагомеда Гаджимагомедова. Первого, кому во время спецоперации присвоили высокое звание Героя России. Во-первых, чувствую благодарность, что помнят, что почитают. Ну и гордость. И хочется, чтобы все выступающие, все участвующие, особенно подрастающее поколение, переняли очень много его черты характера. Чтобы прочитали, узнали, если кто не знает, и переняли многое от него. Он не пил, не курил. И всегда всем об этом говорил. Занимался спортом, читал, писал стихи. Во всем был положительный. Был душа компании и очень преданный друг. Подобный турнир уже проводили в прошлом году товарищи Нурмагомеда. В 2024-м они тоже в числе организаторов. Решили приурочить чемпионат ко дню рождения Героя. Не только почтить память, но и привлечь внимание молодого поколения, чтобы передать им вот эту ценность подвига Нурмагомеда в его лице других ребят, чтобы смерть была не напрасная. Идея сильной России жила в каждом из нас. Потому что для нас вообще идея организации – это преемственность поколений. Она является, имеет важную роль в развитии молодежи и ключевой, как ключевой фактор в устойчивом будущем. Среди гостей военнослужащие и офицеры Ставропольского территориального гарнизона Южного военного округа. Кадеты – ветераны боевых действий. Память всегда останется в сердцах. И такие турниры, они важны. Это не напрасно, потому что мы знаем, за что мы шли. Мы знали, куда мы шли. Обычные ребята села, кто такие, как сказал Сергей Лобанов, «Нет, мы не герои, мы России сыны. А сынам должна мать защищать». Первый день турнира – смешанные единоборства. Чемпионат любительский, но по формату профессиональных боев. Регламент – три раунда по три минуты. Финальный профессиональный бой – три по пять. Оцениваются точные попадания, которые акцентированы, которые наносят ущерб. Оценятся переводы в партер и работа в партере, то есть активность и так далее. То есть доминация в ринге, в октагоне и так далее. Чего делать нельзя? У них запрещены, у любителей, удары локтями, удары коленями в голову. И из болевых приемов скручивание пятки и так далее. У профессионалов в финальном бою все разрешено. Бои выдались зрелищными и напряженными. Прекрасный бой был. Соперник тоже очень хороший, подготовленный соперник. Я целый год занимался, но когда сказали, что будет соревнование, память героя России, как мы все знаем. Три месяца я готовился усердно, тренировался. Тренер всегда поддерживал, помогал. Всего на турнир приехали порядка 50 спортсменов. В октагон вышли и сами участники спецоперации. В первую очередь то, что я раньше выступал, так как являюсь мастер спорта по смешанным демборсам. Хотел бы себя проверить. За три года что-нибудь осталось у меня, только что было раньше. И в ту же очередь поддержать нашего, так скажем, товарища погибшего. Спортсменов активно поддерживали с трибуны. Сейчас эти мальчишки и девчонки в кимоно. Только зрители, а уже завтра сами выйдут на татами. Второй день турнира посвящен всестилевому каратэ. К боям допущены участники до 18 лет. Ну а почтили память героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова и насладились красивыми поединками Кира Мартынова и Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение.